Диагноз рассеянный склероз Как при другом хроническом заболевании, рекомендации следующие Это максимально здоровый образ жизни Это физическая активность Это социальная активность, которая очень большое значение имеет Особенно у этой группы больных Это нормальное здоровое питание И это контакт и продуктивное общение с врачом Выполнение медицинских назначений своевременное И приверженность больного к лечению Работать с таким диагнозом можно? Да, работать с таким можно Особенно в начальных стадиях Больные даже не теряют какой-то своей профессиональной активности Если только это не связано с какими-то серьезными Если это пилот самолета То, наверное, он все-таки будет отстранен по ряду причин Такие люди достаточно долго работают Сохраняют свои рабочие места Весьма продуктивно выполняют свою работу И особых проблем в этом отношении не имеют Какими должны быть физические нагрузки при рассеянном склерозе? Можно ли посещать спортзал, беговую дорожку? При рассеянном склерозе посещать спортзал, беговую дорожку можно И тому подтверждение мы видим регулярно всплывающую информацию в средствах массовой информации О том, что человек обнаружил рассеянный склероз Он сказал, что болезни нет Вырубил себе пещеру, оборудовал там жилище И там живет и хорошо, и отлично То есть это лишнее доказательство тому, что физическая активность Она способствует нормальному обмену веществ Она способствует нормальной выработке энергии Доставке кислорода, утилизации продуктов обмена То есть физическая активность показана Вопрос в уровнях этой физической активности Ну, наверное, говорить о каких-то чемпионских достижениях не приходится Но постоянное посещение тренажерного зала Постоянная физическая активность, дозированные физические нагрузки Показаны и полезны для данной группы больных Йогой можно заниматься? Йогой можно заниматься Я приветствую йогу Сам не занимаюсь, к сожалению Но я приветствую и очень поддерживаю тех людей, которые этим занимаются Йога — это гимнастика, которая не только для тела, но и для души, для ума То есть здесь приходит и душевное равновесие Через душевное равновесие идёт и улучшение работы внутренних органов, работы тела То есть йога, безусловно, оказывает только позитивное воздействие у этой группы больных А что можно посоветовать любителям попариться в бане? А вот любителям попариться в бане Так же, как и любителям принять горячую ванну, наверное, придётся от этой затеи отказаться Больные с рассеянным склерозом плохо переносят повышение температуры И есть даже такой косвенный Ранее применялся ещё давным-давно Так называемый синдром горячей ванны Когда больного опускают в горячую ванну, у него происходит обострение То есть повышенные температуры больным с рассеянным склерозом не показаны Поэтому сауну придётся забыть и горячую ванну придётся забыть Загорать можно? Прямая солнечная активность, повышенная солнечная активность таким больным не показана Но, в принципе, с пляжей, с солнца их особо никто не гонит Но здесь нужно помнить о часах солнечной активности Умеренной и выраженной И в период с 9, с 10 утра и до 5, до 7 часов вечера В зависимости от сезона, до 17, до 19.00 В зависимости от времени года, времени летних месяцев То есть с 9, с 10 утра и до 17.00 желательно на пляже под открытым солнцем не находиться Либо находиться где-то в тени под зонтиком То есть во избежание прямых солнечных лучей Вакцинацию можно проводить тем, у кого диагностирован рассеянный склероз? Есть приверженцы вакцинации, есть противники вакцинации Есть вакцины, безусловно, безопасные Которые уже проверены и опытом, и временем Это и вакцины против гриппа, против гепатита B Но есть ряд вакцин, которые еще не проверены в отношении больных с рассеянным склерозом Поэтому здесь все будет сугубо индивидуально Единственное, я могу сказать, что по всей вероятности Вакцинироваться живыми вакцинами вопрос спорный Стоит ли больным с рассеянным склерозом Вакцинироваться инактивированными вакцинами, наверное, можно, не опасаясь Потому что они не будут вызывать какое-то легкое состояние болезни Активного иммунного ответа, выраженного Что, собственно говоря, может усугубить течение болезни Но тут уже подход сугубо индивидуальный Каких-то четких официальных рекомендаций по этому поводу нет Водить автомобиль можно с таким диагнозом? Тоже вопрос спорный Давайте мы, наверное, рассмотрим немножечко с другой стороны Что предшествует вождению автомобиля? Вождение автомобиля предшествует прохождению медицинской комиссии И, в принципе, на начальных этапах рассеянного склероза Когда ни функционально, ни интеллектуально больной не нарушен Водить автомобиль можно Но по мере продвижения симптоматики Нарастания симптомов, продвижения болезни Рано или поздно, увы, придется с этим видом деятельности расстаться Алкоголь можно употреблять при этом заболевании? Алкоголь противопоказан при данном заболевании Он будет провоцировать приступы И усугублять течение рассеянного склероза В первую очередь изменяя метаболическую активность клеток головного мозга И вызывая, усиливая аутоиммунное воспаление То есть на фоне алкоголя будет идти прогрессирование данного заболевания А существует ли профилактика рассеянного склероза? Официально какой-то принятой программы нет Мы можем придерживаться только общих рекомендаций Нужно в первую очередь уменьшить риск интоксикации То есть убрать курение, убрать употребление алкоголя Убрать поступление каких-то других токсических продуктов Связанных может быть с рабочей деятельностью С местом проживания или с экологическими какими факторами Безусловно играет роль и инфекционная нагрузка То есть если есть инфекции Особенно вирусные инфекции Особенно вирус простого герпеса шестого типа Который часто связывают с рассеянным склерозом Значит от этих инфекций нужно избавляться Эти персистирующие инфекции нужно лечить Переутомляемость, стрессы Как уже упоминалось Вот эти все трансгеографические перемещения Думные или бездумные Частые, необоснованные Тоже, по крайней мере, если их нельзя избежать Если это связано с работой или еще с какой-то другой деятельностью То, по крайней мере, их можно предупредить Принял перед этим профилактическую дозу витаминов То есть подготовил себя к подобному перемещению Принял какие-то иммуномодуляторы С тем, чтобы мягче, спокойнее этот стресс прошел для организма При имеющемся рассеянном склерозе Это, собственно говоря, лечение Лечение – это выполнение назначения врача Это постоянный контакт с доктором Если есть какие-то подозрения на рассеянный склероз в роду Значит, своевременное генетическое обследование С тем, чтобы понимать, что лично у вас Лично там у кого-то У меня есть какие-то отклонения в этом направлении Есть локусы поврежденных генов И я нахожусь в группе риска Соответственно, то, о чем я говорил первое Это убирая интоксикацию Убирая инфекции Генетические исследования Которые позволяют определить группу риска Даже при отсутствии рассеянного склероза Активный образ жизни Нормальное, здоровое, рациональное питание Занятия, дозированные, правильные Физические нагрузки, физической активностью Это все залог сохранения долгого здоровья А существует ли общество больных рассеянным склерозом? Где им помогут? Да, такие общества существуют Найти их можно и на пребывание своей территории То есть обратиться и в облздрав, в горздрав Обратиться в социальные службы поддержки населения Где безусловно есть такие адреса дадут Не сложно сейчас найти Сейчас все стараются засветиться Все стараются организоваться Получить помощь друг к другу Найти где-то какого-то материального инвестора, спонсора То есть люди выходят в интернет Люди дают там, выбрасывают информацию Найти такие общества не сложно Таких обществ уже масса, много Люди делятся опытом Люди подсказывают, как жить лучше Люди помогают найти какие-то новые методы лечения Или где проходят инновационные какие-то методы лечения Поэтому безусловно нужно в этих группах состоять Это и обучение больного жить с этой болезнью Обучение его родственников, как помогать этому человеку В эти группы нужно, в эти общества нужно входить Там нужно состоять, проявлять там активность И мы уже об этом говорили выше Социальная активность, физическая, социальная Особенно социальная активность Это залог длительного благополучия данных больных с этой болезнью И их нормального состояния долгие годы Спасибо большое за интересную беседу Спасибо Все